Всем привет! Меня зовут Александра Лунёва, и я квалифицированный преподаватель английского, автор курсов на платформе Skyeng и ведущий воркшопов. И сегодня мы с вами поговорим про то, как сделать школьный английский ближе к реальной жизни. Ни для кого не секрет, что на преподавателях английского в школах лежит просто какая-то неимоверная ответственность, и вам, нам нужно не только подготовить детей к ОГЭ и ЕГЭ, но и научить их говорить и понимать английскую речь так, чтобы после выпуска дети не сказали, ой, да я английский плохо знаю, потому что мне в школе плохо преподавали. Ну, то есть просто сделать практически невозможно. Принимая во внимание, что обычно в школьной программе выделяется по-данглийски 2-3 часа в неделю, это кажется какой-то сверхзадачей, которую выполнить не так-то просто. Но мы тоже не лыком шиты и попробуем сейчас с вами найти некоторые моменты, которые помогут нам в этой легкой задаче. В первую очередь, даже если у вас 3 часа английского в неделю, а у вас уже, например, 8 или 9 класс, к экзаменам надо готовить, нам нужен план. Давайте скажем родителям и детям еще в начале года, что мы делим это количество часов следующим образом. 2 часа в неделю мы занимаемся только подготовкой к экзаменам. Домашние задания будут задаваться соответственно, то есть что-то по общему английскому, что-то по экзаменам. Сначала может возникнуть путаница, но в первую очередь у учеников, но проявите терпение, придерживайтесь выбранной схемы, каждый раз напоминайте на какой день задание, что нужно сделать. И тогда в течение месяца, я думаю, ученики привыкнут, родители привыкнут, вы тоже как инициатор привыкнете. И это значительно поможет совместить два этих сложных момента. Совершенно отдельная, конечно, история про то, что у нас учебники, которые рекомендуют Министерство образования, прямо скажем, проходят достаточно длительный путь от идеи до реализации, от момента написания учебника до момента попадания этого учебника в школу. Конечно, в идеальном мире вы можете попробовать договориться с родителями, что вы не будете ждать бесплатных учебников, и давайте мы приобретем эти учебники деткам и будем заниматься по ним. Но, во-первых, не все школы на это идут, во-вторых, не все родители на это идут, мы все все понимаем, поэтому имеем то, что имеем, работаем с тем, что есть. И я прекрасно понимаю, что многие материалы этих учебников объективно оторваны уже от текущей действительности. Ну, окей, мы сначала потратим очень много времени на то, чтобы объяснить ученикам, а зачем им писать бумажное письмо своему другу по переписке в Англию или в Америку, если вместо этого можно написать сообщение или, скажем, отправить пост в соцсетях, например, опубликовать. Собственно, в этом и кроется ключевой момент. Мы не будем это объяснять, мы адаптируем материал учебников к тому, с чем мы сталкиваемся. И, соответственно, например, мы объясняем, что мы пишем не письмо другу о проблемах экологических в своем регионе, а пишем пост в социальную сеть или мы пишем сообщения. То есть максимально адаптировать материал учебников. Если, например, нам предлагают поделиться своей любимой книгой, да, дети и сейчас читают книги, но мы с тем же успехом можем попросить поделиться своим любимым фильмом по книге. Ну, то есть максимально это преломляем. Материал учебников, если видим, что, ну, уж совершенно реалии не актуальны и как-то подотстали от текущей реальности. Следующий очень важный момент. Любым ученикам и детям в том числе важно понимать, а для чего они выполняют то или иное задание. Почувствуйте разницу, что называется. Мы, например, просто говорим open the student's book and read the text about environmental problems. Либо мы начинаем мягко подводить к тому, чем мы сейчас с вами будем заниматься. Не просто звук-то барахт и здравствуйте, дети, сегодня тема урока, экологические проблемы, давайте обсудим. Мы можем привязаться к текущей реальности, во-первых, да, и спросить What are the environmental problems an important part of our everyday life? What environmental problems in your region do you know? Or, for example, why is it important for the youth to be aware about these problems? И так далее. То есть мы делаем какой-то мягкий лид-ин. Возможно, опять же, мы ориентируемся на то, что мы можем отойти от того, что написано в учебнике. Скажем, что вспоминая предыдущий пункт, эта информация могла устареть. Мы можем подвязать как можно больше реалий, объяснить, для чего нам это нужно делать. И только потом уже дать задание и начать читать текст уже с какой-то целью. У нас, кстати, на платформе в Skyeng все вот эти подводочки, все лид-ин, они регулярно обновляются, актуальны и очень удобно ими пользоваться. Поэтому очень хорошо, если вы к своему учебнику, по которому вы занимаетесь, тоже создадите такой каталог подводочек и сможете ими пользоваться и как-то их адаптировать. Еще одним пунктом, кстати, актуальности изучения английского языка, приближения его к реальной жизни по школьной программе являются фильмы, мультфильмы, сериалы. То есть один из главных мотиваторов это, а вот зато, если вы выучите английский, вы сможете на нем смотреть в оригинале интересующие вас фильмы и сериалы. Кстати говоря, наша подписчица Ольга Дмитриевна Гнеушева, квалифицированный преподаватель английского языка со стажем работы более 20 лет и создатель онлайн-сообщества для учителей и репетиторов английского языка English Channel One, сделала классный пост, подборку, в котором описала вместе с указанием уровней актуальные мультфильмы, фильмы и сериалы для учеников. Мы прикрепим этот материал к нашему стриму в комментарии, нужно будет написание, зайти, посмотреть, ознакомиться, потому что действительно очень полезно. И кроме этого, вот можно прям в совокупности смотреть, у нас на Sky Magazine есть классная статья по поводу активности, которые можно использовать, когда вы с учениками решаете устроить видеоурок, например. Раз в месяц можно и подготовку к экзамену заменить на видеоурок и провести время используя и актуализировать, зачем мы вообще изучаем английский в школе, что мы не только экзамен собираем создавать, но и в реальной жизни можем его использовать. В общем, все материалы будут по ссылочке в описании, поэтому переходите, смотрите и набирайтесь в пользу. Ну и приходите к нам в школу, у нас тоже много полезных материалов, и мы стараемся приблизить английский к реальной жизни максимально. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, я постараюсь на них ответить. Всем всего хорошего, большое спасибо за встречу, пока!